В Верхней Волжье вместе со всей страной отметила День Знаний. С праздником всех, кто сел в регионе за парты, 1 сентября поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона посетил целый ряд учреждений, представляющих все ступени образования. От школы и заканчивая высшим учебным заведением. Подробности у Романа Быкова. 1 сентября в Верхней Волжье за парты сели более 141 тысячи детей. Это на 1255 учеников больше, чем годом ранее. Впервые звонок прозвенел для 14 599 первоклассников. 96 из них переступили порог средней школы номер 36 областного центра. Конечно же, всех сопровождают родители. Как, например, Надю Иванову. Ее мама и сама училась здесь же, в 80-х, начале 90-х. И ей есть с чем сравнивать. Школа, конечно, намного уже изменилась. Изменились классы, изменился, конечно, педагогический состав. Конечно, появились уже инновационные системы какие-то. Появились уже более современные парты, мебель. А вот Кирилл Лаптев в последний раз пришел 1 сентября во двор родной школы в качестве ученика. Впереди у него решающий год учебы. И будущий выпускник уже знает, на чем надо сосредоточить основные усилия. Гуманитарные, наверное, предметы. Это общество знания, русский язык хочу потянуть. Ну и хотелось бы проявить себя в профильной математике, чтобы было больше вероятность, куда поступить. День знаний в школе номер 36, как и по всей стране, начался с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Вместе с учениками и преподавателями пели и гости праздника. Среди них были губернатор Игорь Руденя и сенатор Людмила Скаковская, которые поздравили всех с новым учебным годом. Дорогие дети, вы сегодня для нас являетесь главной надеждой на будущее нашего региона. Очень важно, что сегодня у вас будет первый урок. Вы познакомитесь со своими учителями, познакомитесь со своими товарищами в классе. И пронесете это впечатление на всю свою жизнь. Дорогие друзья, вы пришли в школу за знаниями, за самым главным богатством в жизни каждого человека. Именно знания открывают вам путь в будущее, путь в профессию, право выбора. И, несомненно, эти знания лягут в основу вашего профессионального и личного успеха. 300 первокурсников принял в свои ряды и Тверской колледж имени Коняева. Многие приехали сюда учиться из других муниципалитетов Верхней Волжи, как, например, Тимофей Ауличев. Я приехал с поселка Озерки, он недалеко под Тверью. Выбрал именно этот колледж, мне посоветовали знакомые, сказали, что это один из самых престижных колледжей в Твере. Поэтому решил сюда поступить. Колледж имени Коняева входит в сотню лучших средних специальных учебных заведений страны. В этом году исполняется 145 лет со дня основания этого учреждения. Всего здесь проходит обучение 1630 студентов. Практически все выпускники успешно трудоустраиваются. Важно, что на всех современных предприятиях нашего региона и города Твери выпускники колледжа пользуются большой популярностью и, надо заметить, уважением, несмотря на свой молодой возраст. Это предприятие КСК, Тверской вагоностроительный завод, это современное предприятие Аксенчур и Аквариус, которые уже интересуются будущими выпускниками колледжа Коняева. А в Тверской сельскохозяйственной академии 1 сентября это не только торжественная линейка, это еще и вручение студенческих билетов первокурсникам. Их в этом году 203 человека. А всего здесь обучается 2831 студент. Причем не только из нашего региона, но и из других субъектов и даже из-за границы. Учебный процесс начинается уже в 51-й раз. Мы отмечаем 50-летие первого набора своего. И все это говорит о том, что положение Академии стабильно, Академия развивается, Академия постоянно расширяется. Мы открыли, открываем и будем открывать новые направления. Поздравляя студентов и преподавателей с началом нового учебного года, губернатор Игорь Руденя отметил, что во все времена агропромышленный комплекс имел стратегическое значение. Недаром есть такое понятие, как продовольственная безопасность. В нынешних геополитических реалиях труд агрария тем более сложно переоценить. У вас очень ответственная задача. Она была, есть и будет главной задачей отрасли. Это накормить людей и дать возможность вырастить настоящий большой урожай и сделать крепкой нашу страну. Сейчас в структуру сельхозакадемии входят три факультета – технологический, инженерный и экономический. В учреждении действует программа подготовки научно-педагогических кадров, профессиональной переподготовки, повышение квалификации. Студенты академии регулярно проходят производственную практику на сельхозпредприятиях, а после завершения учебы успешно трудоустраиваются в ОПК Верхневолжья. Продолжение следует...